Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию бюджетное меню на Новый год, которое будет состоять из запеченного картофеля, запеченных крылышек, сырной шубы из шпрот, также вот такой закуски из колбасы, помидора и начинка сырно-майонезная, вот такие яичные блинчики, также и с начинкой, и салат из печени свежего огурца с майонезом. Сначала запекаем картофель. 8-10 крупных картофелин, желательно одинакового размера, нарезаем на дольки. Добавляю черный молотый перчик по вкусу, приправу для корейской моркови, соль, все приправы добавляем по вкусу, и 3 столовые ложки растительного масла. все перемешиваем. И выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга, чтобы она со всех сторон хорошо пропеклась. Затем отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Температуру после добавляю еще до 200 градусов, и выпекаю еще минут 10 до подрумянивания. Крылышки я заранее замариновала, добавила майонез, соль, перец, и приправы по вкусу. Также порезала одну луковицу. И выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, и смазанный растительным маслом. Остатки маринада также выкладываю на крылышки, вместе с луком. И отправляю в духовку. Температура 200 градусов на полчаса. Смотрите по своей духовке. В маске мне понадобится порезанный кружочками помидор, обжаренная на небольшом количестве растительного масла, колбаска с двух сторон, и для начинки одно яйцо, плавленый сырок, и зубчик чеснока, черный перчик, и майонез. Все я натерла на мелкой терке, и перемешиваю. Выкладываю колбаску. Выкладываю по одной чайной ложке начинки. Выкладываю кружочки помидоров. Для сырной шубы мне понадобится 4 отварного картофеля. Натираем на крупной терке. Это первый слой. Нужно посолить и поперчить. У меня соль с перцем. Немного. И сеточка из майонеза. Следующий слой. Измельченные шпроты и мелко нарезанная одна луковичка. Совсем немного майонеза. Следующий слой. Натертый на крупной терке вареные яйца. Яйца также немного посолить и поперчить. У меня соль с перцем, как я уже говорила. Майонез. И сверху натертый на мелкой терке твердый сыр. Для следующего салатика мне понадобится свежий огурчик. Его нарезаем соломкой. Сюда добавляю очень тоненько нарезанный полукольцами полуковички. Вот так разделяю кольца. И главный ингредиент это печень отварная. Ее также нарезаем соломкой. Желательно брать куриную или свиную. Посолила все, поперчила. Аккуратно перемешиваю. И заправляю майонезом. Заправлять майонезом нужно непосредственно перед подачей салата. И перемешиваю. Яичные блинчики. Три яйца. Перемешиваю. Жарим яичные блинчики с двух сторон. Жарим аккуратно. Как начнет подрумяниваться, переворачиваем. На готовый яичный блинчик выкладываем начинку. Здесь у меня натертые на мелкой терке крабовые палочки, плавленый сырок, зубчика чеснока и майонез. И заворачиваем. Готовые рулетики разрезаю на кусочки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...